привет с нами дима крюков он мне подарил посадить привез книжки мне подарить две книжки россии через хоккей во первых я тебе хочу подарить книжку русская пятерка бестселлер этого года опада и он написал американских гейв по моему же первый тираж разошелся вот на интересная литература а саченко переводил я делаю литобработку так что читай а теперь рассказы про книжку свою я даже буду снимать на тебя и и расскажи ее историю пожит то есть получается что ты делал блог на sports ru да я же начинал когда-то очень давно как спортивный журналист в спорт экспрессе советском спорте и как бы это было профессиональной моей истории но потом я покинул спортивную отрасль стал заниматься идти больше но спорт хоккей должен любить поэтому до открыл блок на спортсру про всякие странные виды спорта и частности меня однажды занесло в костром к области на попал на матч хоккейный там в глубинке на открытом воздухе и как-то сильно проникся потому что в москве то все дворцы и все как привычно там совсем другая игра другая история я стал короче давай листай фотки пока я тоже потихоньку ездить то есть преимуще это книги в том что есть не только хороший текст на фильме фотографии да причем песни только моих ну моих до володи песни известного фотографа чтобы видеть давай и еще нескольких хороших ребят вот то есть давай так в словах об этой книжке эта книжка сколько всего путешествия здесь наверное порядка двадцати может быть 25 поездок по разным регионам россии где-то от камчатки до мурманской области и на юге от стареопольского края до условно пскова на западе и такие маленькие городки деревни где играть стида и практически все чемпионат этих регионов я посетил и правило матч на открытом воздухе выбирал но это как бы не не критично есть в дворцах и в частности вот была известная история может и помните как вот фотограф володя песню выиграл крупнейшую мировую премию вот пресс-фото как раз в изведлуге нижегородской области вот мы с ним там были я писал текст а он делал фотографии в итоге как раз именно эта история стала всемирно известны в этой книге фотографии вот они тоже есть как раз победившие на волк пресс фото и в общем тут много чего есть и 350 страниц как раз рассказов про всякие разные экзотические регионы про людей которые там играют в хоккей там вопреки всему часто про про их как бы отношения про их любовь к игре про их там жизнь не всегда простую вот такая книжка и в общем-то я и горжусь потому что это и тот практически 10 лет жизни конечно 10 лет не только этим занимался незаметно понятно жил там в целом тут отчеты по сути они формально отчеты как бы 14 лет самый первый был в четвертом году но потом была большая пауза и по сути где-то с восьмого девятого года вот эти регулярные поезд каждый зимний сезон у меня и расскажи короче вот во первых как издать книгу ты получается как ее издал вообще вначале не была договоренность про издательство с одной крупной компанией которые представители которые читали блог и вообще поддерживали эту идею вот на потом там сменилось контактное лицо и где-то 4-5 месяцев ничего не происходило я по совету друзей решил начать краудфандинговую компанию вот я ее начал в силу занятости я ее вел таким с переменным успехом то есть люди знакомые которые читали тексты деньги давали но не то чтобы слишком много благодаря тебе в частности некий некое поступление денег вышло потому что когда ты про меня написал по моему и в конечном итоге все-таки все склонилось к лучшему варианту когда туда пришли несколько представители любительских московских хоккейных команд которые достаточно состоятельные ребята решили поддержать эту идею они как раз наверное процентов 60 суммы и собрали я им очень благодарен и книги написано и конечно же им буду раздавать в первую очередь как эту книгу достать магазине она пресса или она там слушая она будет магазинах то вот прям часами нет готового ответа к сожалению для твоего видео потому что она приехала ко мне несколько дней назад и то есть мне надо просто сходить и окончательно договориться с теми людьми которые у меня быть предварительной договоренности я надеюсь что это в октябре будет презентация и она появится в магазинах а пока я просто не успею во многих магазинах страны да пока можно через меня через мои контакты заказывать то есть тебе надо писать куда фейсбук куда-то может быть фейсбук вконтакте на электронную почту есть опять же вот страница на краудфандинговом портале по слову россии через хоккей там можно написать личное сообщение я с удовольствием готов эту книгу распространять и соответственно октября она может быть магазин в углу надо пробивать до россии через когда что она будет там условно там на озоне нотная на онлайн магазинах и в оффлайн в обычных книжных в регионах где-то с октября на может регионах ноября посмотри и расскажи напоследок самую такую какую-то колоритную историю кроме той которая выиграла выставку может быть какая-то такая ты там ноги отморозила ли как что-то был поражен как они там вагончики сидят переодевается может и найдешь это книги то есть фотки посмотрим ну это одна из самых наверное любопытных историй это большая история про бурятию про лану дэ там лану дэ наверно крупнейший город вот из хоккейных стран где нет до сих пор крытого дворца и они играют где попало но при этом очень хоккей любят там очень детская или надиев книжка и поскольку я сам играю немножко непрофессионально на любительском уровне они меня как раз позвали в частности не только приехать статью написать а еще и поиграть оказалось что вот мы играли на территории армейской военной части 23 февраля это был праздник это было довольно забавная история потому что я в армии не служил так вышло вот я попал прямо на военную часть там все танки стоят и вот все играют хоккей там хоккейный праздник какие-то ребята даже из разных регионов часто туда подбираются служить по хоккейным навыкам ну за это я ж не подпишусь на слухи такие ходят это был очень интересный опыт то есть я не только фотографировала статью написал но еще и сам немножко поиграл в таких обстоятельствах что другой раз не было бы не будь этой как бы книги этого блога я потому не оказался никогда и это довольно было все-все реалистично и интересно вроде к счастью и начинаются строить скрытый дворец и наверно на них рано или поздно появится но пока вот они играют таких в селах военных частях и так далее каких-то экзотических приз доходят на заднем плане так далее вот наверно старе с бурятии такая наиболее колоритная что да получается тут вся география такая большая часть географии россии в этой книге вот так что ищите ее или где мы спрашиваете или ищите магазинах вообще я рад что появляется все больше и больше хоккейных книг вот русская пятерка да тебе спасибо еще раз за за русскую пятерку сейчас начну в метро читать потому что раньше стоит по сути хоккейных книг и не было и давайте как бы развивать это хоккейную литературу то что футбольную развивает раббинир а мы давайте заниматься хоккей спасибо пока а